Друзья, всем привет! В этом видео сделаю обзор ультрабюджетного телефона от компании Xiaomi Redmi 8A. Особенностью этого телефона является хорошая основная камера, огромная емкая батарея, большая автономная длительная работа, поддержка быстрой зарядки с интерфейсом USB-C. И главное все это за доступную цену, стоимость составляет около 92 долларов. Я покупал на Алиэкспресс глобальную версию, ссылку на продавца где покупал как обычно оставлю в описании под этим видео. Это будет полноценный подробный обзор, распаковка, комплектация, опыт использования, тестирование в играх, тестирование камеры, всем приятного просмотра. Приехал телефон в таком дутом пакете, что не даст ему повредиться во время транспортировки. Делаем распаковку, продавец положил в подарок защитную пленку, за что ему спасибо. Доступно три расцветки этой модели, это синяя, черная и красный градиент. Я себе заказал красный цвет, он называется Sunset Red, что переводится как красный закат. У меня версия глобальная, 2 гигабайта оперативной памяти и 32 внутренней памяти. Отмечу, что у глобальной версии есть поддержка бенда 3, 4 и 20. Это важно для быстрой работы LTE 4G интернета и хорошего качества связи. На Алиэкспресс есть еще вариант, где 3 гигабайта оперативной памяти, 4 гигабайта, 64 внутренней. Это версии для китайского и индийского рынка, которые не будут поддерживать бенды, которые работают у нас, для поддержки быстрого 4G LTE интернета. Мое мнение, лучше взять глобальную версию с меньшим объемом оперативной памяти, но с поддержкой всех частот. Итак, пройдемся по комплектации. Первое, конверт со скрепкой и гарантийным талоном. Обратите внимание, на русском полностью языке. Руководство пользователя также идет на русском языке. Непосредственно сам телефон. В комплекте идет зарядный блок на 10 Вт, но телефон поддерживает и быструю зарядку Quick Charge 3.0 с мощностью до 18 Вт, которую можно купить отдельно. Я взял себе вот такой вариант от компании Chiotec за 5 долларов. Достаточно компактный и хорошее качество. Все ссылки на дополнение к этому телефону я оставлю в описании под этим видео, чтобы не повторяться. Кабель для передачи данных и зарядки формата USB-C. Чехла в комплекте также нет, но можно взять вот такой вот на Алиэкспресс за полтора доллара. Из термопластичного полиуретана доступно много расцвета, каждый может себе выбрать любую. Качество тоже достаточно хорошее. Смотрим на телефон. Спереди идет наклейка. На русском языке удивительно с Алиэкспресс мне еще не приходил с максимальной русификацией. Обычно все идет на английском. На наклейке перечислены самые ключевые параметры этого телефона. Сейчас мы все подробно рассмотрим. Отклеиваю наклейку и приступаем к полноценному обзору. Итак, начнем с дисплея и дизайна телефона. Дисплей сделанный по технологии IPS размером 6,22 дюйма. Разрешение HD+, 720 на 1520 пикселей. Плотность пикселя 270 точек на дюйм. Небольшая зернистость с точки просматривается, но это не критично. Дисплей сверху прикрыт стеклом Gorilla Glass 5 поколения. Под углом телефон немного теряет цвета, но при просмотре видео особого дискомфорта я не замечаю. Максимальная яркость 400 нит. На улице в солнечную погоду выглядит это вот таким вот образом. Даже на бюджетные модели Xiaomi ставят достаточно достойные и хорошие дисплеи. Итак, по дизайну телефон выглядит достаточно современно. Вот если мы возьмем флагман Mi 9 Lite, то визуально особой разницы нет. Они очень похожи. Xiaomi молодцы, даже на бюджетном телефоне сделали хороший дизайн. Хорошая эргономика, телефон хорошо лежит в руке. Сверху свисает плавная капля под фронтальную камеру. Небольшие рамки по бокам и аккуратный подбородок с надписью Redmi. Смотрится не хуже, чем у дорогих телефонов. Сзади же приятный фактурный пластиковый корпус. Сверху цвет идет самый темный и вниз переходит на более светлый. Идет такой градиент цвета. В моем цвете получается красно-оранжевый градиент. Интересное дизайнерское решение. Полоска с надписью Redmi, в которую вписывается камера со вспышкой. Справа кнопка питания и качелька регулировки громкости. Снизу основной динамик. Кстати, в настройках телефона есть функция очистки динамика. От загрязнения высокочастотным звуком. Далее идет современный разъем формата USB-C, микрофон и разъем для наушников. Слева лоток для сим-карт и карт памяти. Можно установить одновременно две сим-карты и добавить карту памяти формата microSD с поддержкой до 512 гигабайт памяти. На лотке есть уплотнительная резинка, которая защищает от влаги. Корпус защищен от брызги попадания пыли по стандарту P2i. У самого же телефона защиты от воды нет. Сверху расположен микрофон. Инфракрасного порта у этой модели нет. Индикатора для уведомлений в виде светодиода тоже нет. Достаточно хорошая вибрация на этом телефоне. Общий вес телефона составляет 188 грамм. Что касаемо способа защиты на этом телефоне, то сканер отпечатков на этой модели нет. Но можно задать либо пароль, либо графический ключ, либо распознавание по лицу фронтальной камерой. Распознавание по лицу работает достаточно шустро и без ошибок. Теперь поговорим о камерах этого телефона. Основная камера на 12 мегапикселей. Светосила 1.8. Это позволяет делать достаточно хорошие фото даже при плохом освещении. У версии для индийского рынка этой модели модуль камеры идет Sony IMX363, как у Pixel 3. Но это актуально исключительно для индийской версии смартфона. У меня же версия глобальная. Я захожу в настройки Sony IMX486. Такой же модуль стоит у Xiaomi Mi A2 и Asus Zenfone Max Pro M2. Но также отмечу, если вам нужен именно, чтобы был модуль камеры Sony у этой модели, то проверяйте через инженерное меню, ведь у Xiaomi бывает рандом по железу. Итак, в моем случае камера Sony IMX486 с очень большим потенциалом. Кстати, можно без проблем установить Google камеру на этот телефон и качество фото будет еще лучше. Все полезные инструкции, как это сделать, будут в описании под этим видео. Хоть модуль и один, но производитель реализовал возможность сделать портретную съемку с размытием заднего фона. И также есть режим Profi, где можно вручную задать нужные параметры. Есть поддержка функции искусственного интеллекта, где система подставит оптимальный профиль для создания оптимальных фотографий. Максимальный формат записи видео Full HD 30 кадров в секунду, стабилизации изображения нет. Фронтальная камера от компании OmniVision на 8 Мп со светосилой 2. Снимает неплохо, при хорошем освещении можно добиться достаточно хорошего качества фото. И на фронтальную камеру даже есть возможность сделать портретные фото с размытием заднего фона. Запись видео на фронтальную можно делать Full HD 30 кадров в секунду. Теперь поговорим о производительности этого телефона. Процессор Snapdragon 439, 8-ядерный. 4 быстрые ядра по 1,95 ГГц и 4 энергоэффективные на 1,45 ГГц. Графический ускоритель Andreno 505. Оперативная память 2 ГБ типа LPDDR3. Внутренняя память у меня идет на 32 ГБ. В Antutu телефон набирает 91 490 баллов. В Geekbench в одноядерном режиме 866 и 3094 в многоядерном. При тесте на троттлинг в течение 15 минут все хорошо. Кривая не опускается ниже 80%. Проблем с перегревом у этого телефона нет. Ну и остальные результаты теста вы можете видеть на экране. Но если мы отойдем от этих цифр, то что нам дает на практике эта производительность. На телефоне стоит фирменная оболочка MIUI 11 и Android 9. Плюс фирменный режим Game Turbo для оптимизации игр. Касаемо работы в оболочке MIUI 11, телефон работает иногда бывает немного задумчиво. Поэтому его стоит оптимизировать. Полная инструкция для этой модели по оптимизации будет в описании под этим видео. Я рекомендую настройку сразу начать с оптимизации. Что касаемо будущих обновлений, скорее всего телефон обновится до MIUI 12. И возможно в теории до Android 10. Но это не точно. Кстати, есть поддержка темного режима для более комфортной работы вечером. Ну и давайте посмотрим, как у нас обстоят дела в играх. Самые обычные игры, конечно же, идут без проблем вообще легко. Если мы запустим New Force Speed, то играть можно достаточно комфортно. Конечно же, не на максимальном качестве. Но все плавно, ничего не подлагивает, не тормозит. Качество, конечно, не сильно высокое. Количество FPS поднимается до 31, что позволяет достаточно нормально играть в эту игру. Ну и теперь запустим игры, для которых этот смартфон не предназначен. Запускаю Call of Duty Mobile. Достаточно нормально идет. Ничего особо не тормозит. В принципе, играть можно. FPS даже бывает подпрыгивает до 49. Следующая игра. Танки. Тоже можно играть. В принципе, ничего не лагает. Особо каких-то фризов нету. Можно играть в эту игру. Но если мы запустим PUBG Mobile, то игра подтормаживает. Какие-то фрезы наблюдаются. Это достаточно ресурсоемкая игра для этого телефона. Но при желании играть все-таки можно. У этой модели емкая батарея на 5000 мА. Это дает уверенных 2 дня использования этого телефона, если пользоваться прям очень активно. И можно добиться до 4-5 дней, если пользоваться не очень активно, не запускать игры в таком эконом-режиме. В стандартном режиме звонилки, когда-никогда посмотреть что-то в интернете. При этом экран в среднем будет работать примерно 5 часов. Очень достойный показатель для любого современного аппарата. Телефон поддерживает быструю зарядку Quick Charge 3.0 18 Вт, но она не идет в комплекте. За час примерно телефон можно зарядить на 30%, а полный цикл будет занимать где-то около 3 часов. Но друзья, 5000 мА, достаточно большая батарея. Итак, друзья, подведем итоги этого обзора. Достаточно хороший телефон за доступную цену. Хорошая камера, огромная емкая батарея с хорошей автономной работой. Поддержка быстрой зарядки, USB, современный Type-C. При желании можно поиграть в какие-то игры и достаточно современно смотрится этот телефон. Все ссылки на продавца на Алиэкспресс, где я покупал, оставлю в описании под этим видео. На этом все. Если видео было полезно, не забудьте поддержать видео лайком. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео на моем канале. Всем пока!